В Барнауле вновь выбирают топ нуждающихся. От территорий нужно немного быть заброшенной или неухоженной или популярной у горожан. Люди продвигают то, что ближе. Накрутки не будет, обещают власти. Ограничения у нас есть по голосованию, которые относятся к IP-адресу, то есть можно будет только с одного IP-адреса проголосовать за три территории. 3 из 44 территории со всех районов города и почти все это скверы. Конкуренцию им составляют такие гиганты, как Мизюлинская роща, парк Изумрудный и почти забытый всеми парк Юбилейный. Я живу рядом с ним, за него и буду голосовать. Но проголосовать у меня не получается. Проголосовать мне так и не удалось. В течение дня не получилось это и еще с двух компьютеров. Кстати, каким будет преображение территории, неизвестно. Проекты начнут готовить уже зная имена победителей. Но при таком раскладе, обеспокоенные общественники, люди не знают, за что голосуют. Взять хотя бы историю Зимитовской площадью, которую власти год назад пообещали побрить. В 2018 году мэрия обнародовала проект реконструкции этой площади. И он подразумевает ликвидацию всех крупномерных деревьев. И эти деревья названы как диссонирующие насаждения. То есть они, грубо говоря, мешают нам любоваться вот этим демидовским столком. Мы попросили мэрию сообщить нам точные планы по реконструкции этой площади. Люди в свое время проголосовали ногами, вытоптали самые популярные направления. Мнение жителей зато учли при ремонте сквера на проспекте Строителей. Участок за остановкой центра занятости лишь часть преображенной зеленой зоны. Здесь выложили плитку и сохранили деревья. В будущем поставят скамейки и фонари трех видов. Кстати, дорожку для собачников оставят песчаной и высадят новые деревья. Этот сквер тоже в голосовании, хотя первый этап его сделан на местные деньги. Так и должно быть, считает архитектор. А федеральная программа нужна для больших форм парков. Раз уж мы привлекаем федеральные средства, то надо браться за какие-то глобальные вещи. Потому что локальные участки, в частности, как этот сквер, можно решать теми бюджетами и теми финансовыми, которые городская или краевая власть и так располагает. И этот сквер был реализован без привлечения федеральных средств. А именно по статье расхода на благоустройство, которая была в администрации железнодорожного района. Но пока лидер голосования сквер на пересечении улиц Усковой и Взлетной. В районе, где не запланировано парков, это и есть большая форма. На втором месте пока Мизюлинская роща, но все еще может поменяться. Голосование продлится до 25 ноября. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.